Всем привет! И на самом деле я очень долго думала, как начать это видео, так и не придумала. Вот что значит, уже давно не снимала видео. Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать о своих новостях, о том, что было со мной за последнее время, где я была, что делала, как прошло мое лето, все в таком духе. Кстати, могу сказать, что если бы не Маша, Маша, которая маририт, то, скорее всего, я бы здесь не сидела, во всяком случае, еще долгое время. Некоторые мне писали, хотели знать, где я и что делаю, почему не снимаю видео, поэтому все-таки я села его снимать. Ну, начнем, наверное, с самого начала. Многие знают, что я очень давно мечтала поступить в Москву, в Московскую Академию. Поступала я в Академию акварелей и изящных искусств Сергея Андреяки. Кто живет в Москве, может быть, знает. Мечтала я о поступлении туда очень много лет, на самом деле. Как только я узнала об этой Академии, просто на моем понимании стала просто лучшим местом, где можно учиться, где я хотела бы учиться. Я видела себя только там, и просто больше нигде. Я именно не хотела поступать категорически вообще ни в какое другое место. И да, может быть, это амбициозно, но я была уверена, что я поступлю. Я думала, что моих способностей на это хватит, и что только от этого зависит поступление. Много лет я собиралась туда поступить. Вся моя семья готовилась к поступлению. Летом я поехала в Москву. Весь июль я провела в Москве, в этой Академии в частности. Я сдавала экзамены, сдала множество экзаменов. И, конечно, я была очарована самой Академией. Это прекрасное здание, просто потрясающее. У них там очень красиво. У них все очень качественно сделано. Очень лучшие материалы, оборудование в самих аудиториях. Ну, вообще, все на свете ада, кстати. Я же тут взяла кофе. Я вам забыла сказать. Кстати, кофе я уже очень давно не пью. Собственно, как и сейчас стараюсь не пить. Это сегодня мой завтрак. Хотя я уже давно не завтракаю, не обедаю, не ужинаю. Но об этом попозже. Я сдала много экзаменов. Думаю, как уже вы догадались, я не поступила. И, знаете, некоторые люди спрашивали у меня, как я сдаю экзамены, еще что-то. И, соответственно, когда я не поступила, они меня все добивали, не знали, что я должна вот-вот узнать результаты. Добивали вопросами. Ты поступила, ты поступила. Как, что? А я просто понимала, что я не хочу об этом говорить. Но я когда говорила, что я буду врать, говорила, что да, так и так не поступила. Они говорили, ты расстроилась. Ты расстроилась. Нет, серьезно, люди, это была моя цель жизни последние пару лет. Нет, это точно. То есть я видела свою жизнь так. Я перееду в Москву, поступлю в академию, я буду там учиться. Я обрету новых друзей. Я мечтала именно там учиться, потому что я, по моему мнению, там дают лучшее образование, более высокую квалификацию. То есть я научусь лучше рисовать. У меня будут пленеры, и все в таком духе. Плюс я буду жить в Москве и участвовать в каких-то московских книжных мероприятиях. Встречаться с ребятами, которые живут в Москве. Ну, как бы у меня вообще за те годы очень много знакомых появилось в Москве. И я хотела туда переехать. И плюс сама академия, чем больше я о ней узнавала, тем больше мне хотелось там учиться. И как бы от этого зависела вся моя дальнейшая жизнь. То есть я от этой точки рассматривала, как я буду дальше жить. И тут мне люди говорят, ты расстроилась? Ну, не расстраивайся. Мне говорили, не расстраивайся. Знаете, когда я стояла около списков, кто поступил, и увидела, что я не поступила, ну, я не добрала баллов до бюджета. А коммерческое деление по нашим меркам, меркам моей семьи, очень дорого. То есть мы не можем себе позволить. Если вам интересно, год обучения в этой академии стоит 240 тысяч рублей. Ну, и в общем, когда я прочитала, что я не поступила, ну, знаете, было такое ощущение, растерянность, потерянность, не знаю, отчаяние, страх, просто дикий страх. И первое, что меня беспокоило, первая мысль, что это всё, то есть просто как дальше жить, у меня были мысли о том, что теперь делать, потому что я поступала только в эту академию. И я не знала, что, как возвращаться, искать работу. И я так сразу представляла, у меня две секунды в голове. Я пойду каким-нибудь продавцом, проработаю так 30 лет и умру. И всё. И не будет ничего в моей жизни интересного и замечательного, и всё такое. Вторая мысль была, конечно же, как теперь всем говорить, потому что очень много моих родственников, опять же, знало, что я поступала, потому что они помогали как-то, спрашивали то и сё. Опять же, мы очень долго собирались. И, в общем, очень много людей знало, и опять же, это стыдно. И, конечно, самый главный просто страх был, что я не знала, как дальше жить. В тот период, я помню, что мне не хотелось, конечно же, снимать видео, потому что кому захочется об этом говорить. И к тому же я знаю, что у меня всё-таки достаточно хейтеров. И я подумала, что... Я не хотела вообще об этом рассказывать, потому что я думала, что сниму видео, и люди, которые... Я знаю, что есть такие, которые смотрят, да, меня, но которым я не нравлюсь по каким-то причинам, будут злорадствовать, и мне этого не хотелось. Но в то же время я понимала, что есть люди, которые действительно переживают, и которым интересно, поэтому всё же я сейчас здесь. Мне хочется сказать спасибо Лере, которая валерьянка. Я помню, в то время мы с ней как раз общались. Как раз я ехала в поезде домой, и я, по-моему, первая ей рассказывала о том, что как и что ей не поступило. И я чувствовала, что этот человек действительно мне искренне сопереживает, и она меня очень тогда поддержала. Также Ира, которая Ира Назарова. Я тоже ей хочу сказать большое спасибо, потому что я ей об этом рассказала гораздо позже, но мне хотелось с ней поделиться. И Ира просто как никто, конечно, поддержала меня. Вообще, я Иру очень люблю, она замечательный человек, и она всегда находит нужные слова, чтобы когда мы делимся какими-то переживаниями, ещё чем-то. Я очень надеюсь, что когда-нибудь встречи с ней. В общем, в день я не хотела снимать видео, я не хотела ей ничего делать, и мне не хотелось это ни с кем обсуждать, ни как это рассказывать на канале, или что-либо в таком духе. Маша. Маша, которая Мэри Рид. С Машей мы общаемся довольно-таки часто, практически каждый день мы с ней переписываемся. И вот Маша меня просто запинала вопросами о том, Таня, когда видео, Таня, когда видео, выкладывай видео. Вот. И, знаете, сначала я отнекивалась, что типа не могу, нет интернета, ещё что-нибудь. Ну, как бы так и было, но, конечно же, все мы знаем, что если захотеть, можно найти выход в любой ситуации. Я больше сама не хотела снимать, чем у меня не было возможности. Вот. И очень долго вот так я отказывалась, отказывалась. Она где-то месяц меня мучила. Вот. В итоге, я помню, она уже прям начала злиться на меня. И уже были такие вопросы, что почему ты не снимаешь? Мне тоже надоело придумывать отмазки. Я говорю, Маш, я не хочу. У меня нет желания, нет вдохновения. На что она говорила, что тебе просто лень. И она мне тогда сказала такую фразу, что, говорит, мой папа говорит, что не всегда мы должны делать то, что мы хотим. Иногда мы должны делать то, что мы должны. То есть я подумала, ну, да, Маш, ты права. Надо снять видео. И я уже начала морально так готовиться, потому что вначале я даже не допускала мысли о съёмке. То есть я никогда не думала, что я брошу канал. Но я собиралась снимать видео, я не знаю, хоть через полгода. То есть у меня вообще не было реальных планов на съёмку. И вот благодаря Маше они появились. Я начала думать как-то, что да, надо бы, наверное, снять, надо бы что-то рассказать. Но они были пока такими отдалёнными. И вот, собственно, уже в последние вот эти дни мне несколько человек написали с вопросом, «Таня, ты будешь снимать? А что снимать? А когда снимать?» И это меня ещё больше подтолкнуло. И спасибо ребятам, кто мне писал, потому что, конечно, приятно чувствовать, что ты нужен, что тебя ждут. И вот в последнем видео, которое я выложила про океанариум, Олимпия написала комментарий, что ей интересны мои новости, где я была, что делала, Таня, расскажи. Вот это опять же меня убедило в том, что нужно снять такое видео. Поэтому я сейчас здесь, и я вам рассказываю. Да, кстати, мне хотелось бы оставить ссылки на ребят, про которых я говорила, то есть на Леру, с которой мы очень хорошо общались в какой-то период, довольно-таки часто, в Валерьянку. Потом на Машу, с которой мы общаемся почти всё время. Просто милейшая девочка, которая, мне кажется, для своего возраста очень хорошо рассказывает про детские книги, и я очень люблю смотреть Машу, и слушать её, и общаться с ней. И вообще я очень люблю Машу. И также Ира. Кстати, если с Машей мы общаемся постоянно, но не то чтобы о чём-то серьёзном, знаете, вроде где была, что делала, что читаешь, какие новости, и всё в таком духе, то с Ирой мы общаемся редко, но метко. Мы с ней общаемся действительно редко, но если мы общаемся, то мы прям что-то серьёзное обсуждаем, мы делимся переживаниями, какими-то воспоминаниями, ещё что-то обсуждаем, такие личные вещи. И всегда после такого разговора я чувствую, что вот, поговорила с другом. Действительно. Мне очень нравится с ней общаться, и она мне очень дорога как человек. И, кстати, да, конечно же, я тоже обожаю Ириной видео, просто как она рассказывает про книги, я лично заслушиваюсь. И я многие её видео пересматривала по нескольку раз. Так, что я сейчас делаю? Получается, что я сейчас... Я собираюсь ехать на сессию. Так, вообще, в Китаю. Я сейчас ищу работу, собственно. Я занимаюсь растяжкой каждый день. Может, кому-то это неинтересно. Я помню, первый раз решила растянуться и сесть на шпагат в 16 лет. То есть до этого я вообще никогда не растягивалась, и у меня никакого не было в этом плане опыта. Никто меня не сажал, никогда не растягивал на шпагат. Вот, и в 16 лет я такая, а, хочу сесть на шпагат. И я начала растягиваться. Лето это было, я была у бабушки. И за месяц я спокойно растянулась в поперечный и в правый шпагат. То есть на двух я сидела, налево мне немного не хватало. И за то же, получается, за месяц я где-то по часу в день растягивалась и абсолютно спокойно села в 16 лет с нуля. То есть это у меня было не 3, не 4, не 7, не 8. То есть как дети приходят на гимнастику, на танцы. Вот, и поэтому мне странно слышат, когда люди говорят, там, я 10 лет занималась танцами и так и не растянулась в шпагат. Потому что мне это удалось за месяц и в 16 лет. Ну, тогда довольна, я на это дело забила и 3 года не растягивалась, опять же, вообще никак, не раз в полгода абсолютно. И вот в этом году мне опять стукнуло, что опять хочу сидеть на шпагате. И опять я летом за август, не, поменьше, я, наверное, недели за две растянулась опять в шпагат. Но это было с трудом, с большим трудом. И сейчас я продолжаю каждый день растягиваться, чтобы улучшать форму, скажем так, физическую. Вот, хочу себе хорошую растяжку. Не знаю, зачем, но хочу. Вот. Также, да, читаю я сейчас, если вам интересно, что я читаю, то читаю я вот эту вот книжку «Рисовый штурм» и еще «21 способ мыслить нестандартно». Дается она мне не очень-то легко. Ну, она написана более сложно, чем та же «Барбара Шер». И сначала я думала, что просто ее сразу прочту, а потом она у меня начала как-то тяжело идти, и я читала 20 страниц в день. И я решила сменить, как сказать, сменить жанр. И я взяла с полочки со своей Голем и Джин Хеллен Уэйкер. Где-то у меня тут лежала суперобложка, у нее еще есть суперобложка. Но пока что мне лень ее искать. В общем, не суть. Давно я купила эту... А, нет, я не купила. Давно мне ее друг подарил. Еще, по-моему, прошлой зимой, что ли. Вот. И она у меня стояла очень долго на полке. Я уже не надеялась, что я ее прочту, потому что новые книги появляются, и их хочется больше прочитать. А тут я что-то захотела почитать, и смотрела, смотрела, не могла выбрать книгу, и взяла эту. И я не пожалела, мне она безумно нравится. То есть я помню, когда я читала эту книгу, я прочла 20 страниц, и я не могла дальше читать, не хотелось мне. Я собиралась уже лечь спать. Когда взяла эту книгу и прочла той же ночью еще 100 страниц вот этой книги, и тут достаточно мелкий шрифт, вот. И она очень легко написанная, романтичная такая, легкая, фэнтези. Ну, в прочитанном я, наверное, не расскажу. Вот. Поэтому, да, мне очень нравится. Поэтому я сейчас читаю две книги одновременно в бумажном варианте. Чередую я их, то одну, то другую. Также я на телефоне читаю, когда куда-то иду, трилогию Пулмана, «Тёмное начало», первую книгу начала. И также иногда слушаю, ну, понятное дело, что не когда я иду, я читаю на телефоне, а если я где-то в очереди сижу, еду в автобусе, еще что-нибудь в таком духе. А когда именно куда-то иду, я слушаю аудиокнигу и это, Бернардо Вербера, я правильно сказала, «Империю ангелов». Тоже мне очень нравится, поэтому сейчас, скажем так, читаю четыре книги одновременно. Три читаю, одну слушаю. Вот. Так же, кто не знает, у меня появился Инстаграм, появился он, ну, не знаю, по моим меркам, уже довольно-таки давно, но по меркам остальных людей, я думаю, недавно. Появился летом, и вообще до этого я была уверена, что я его вообще никогда не создам, я не видела логики вообще в этой социальной сети просто выкладывать фотографии, как бы, не знаю, меня это абсолютно не интересовало, я не хотела себе Инстаграм, но летом, когда я была на книжной ярмарке, и мы там встретились с блогерами, и они начали все выкладывать фотки, все в Инстаграм, и я помню, как мне тогда Оля, cute book mess, написала, и такая типа, Таня, скажи Инстаграм, чтобы я тебя отметила на фотках, и я такая, блин, и я тогда подумала, что да, надо создать Инстаграм, и в тот же вечер я его создала, или на следующий день загрузила туда первые фотографии, как раз были из книжной ярмарки, и с тех пор мне так понравилось там сидеть, я очень часто выкладываю фотки, то есть я выкладываю абсолютно разные фотографии, свои личные фотографии природы, где я что-то фоткала, книги, которые я читаю или купила, свои рисунки, то есть очень много всего, если вам интересно, заходите, я ссылку, конечно, оставлю внизу, подписывайтесь, и знаете, я, конечно, очень хочу такой красивый, единый профиль, как есть, посвященный путешествиям, или отдельно книжные блоги, или отдельно профиль с рисунками, мне очень нравятся они, но я понимаю, что я не могу выбрать какой-то один жанр, и там четыре профиля тоже я не могу ввести, один для книг, один для рисунков, один для путешествий, ой, для моих личных фотографий, поэтому я подумала, что все равно буду все постить в один профиль, хотя я понимаю, что от этого подписчики все равно будут там медленнее набираться, и их будет меньше, потому что, если кто-то подписался на меня, увидев там мой рисунок, да, я потом месяц не выкладываю рисунков, зато кучу выкладываю фотографий с книгами, или себя, то он, понятное дело, отпишется, а если кто-то подписался на меня за книги, а я там месяц не выкладываю книг, а только рисунки, то он тоже отпишется, я это понимаю, что всем интересно разное, но я ничего не могу поделать, если мне нравится и то, и то, и то, я все равно выкладываю в один профиль, а, еще я забыла, я совсем забыла, я создала группу ВКонтакте, ну, точнее, у меня была давно еще группа, она была про книги, цитаты, все в таком духе, но она давно была заброшена, там никто ничего не читал, я ничего не постила, как бы, ну, людей осталось там немного, вот, и я ее просто переформировала в свою группу, все изменила, описание, как бы, название, там, оставила только картинки с книгами, там, и некоторые цитаты на стене, вот, и туда я добавляю, соответственно, какие-то посты пишу, какие-то отзывы на книги свои, там, какие-то новости, видео выкладываю, ну, в общем, заходите туда тоже, подписывайтесь, я буду очень вам благодарна и рада, также в описании всегда есть ссылка на АСК, можете задавать мне вопросы, да, я, кстати, вот сейчас поеду, получается, через два дня на сессию, сессия у меня будет где-то 3-4 дня, то есть через неделю я вернусь, и тогда планирую начать снимать уже такие нормальные видео, и их у меня, на самом деле, очень много накопилось, это покупки, которые я не снимала очень давно, очень вообще давно, потом прочитанное, это видео для 100 книг Буктьюба, это теги, в которых меня затегила Маша Капранова, и Маша, которая Мэри Рид, книжные полки, которые я давно сняла продолжение, также мне нужно, ну, получается, я приеду, мне приедет еще один заказ, лабиринта, вот, и тогда я сниму уже полноценные покупки, да, извините, если я тихо говорю, у меня просто мама в соседней комнате спит, также я довольно-таки часто раскрашиваю раскраску, эту, зачарованный лес, и мне это очень нравится, и я некоторые части снимала, кусочки там в лесу, на природе, и так, что я раскрашиваю, хочу потом соединить это объединенное видео, и сделать еще видео с раскраской, также у меня еще много осталось видео с Москвы, которые я не монтировала, не выкладывала, куда я ходила, где и что делала, что смотрела, вот, поэтому с Москвы тоже надо выложить видео, ну, и также главное, что меня сейчас интересует, мне не, скорее всего, большинство этого лет неинтересно, но вдруг найдутся такие же, кому сейчас это интересно, в общем, я сейчас активно занимаюсь похудением, на самом деле, с весны я этим занимаюсь, и за то время я похудела почти на 10 килограмм, если быть точной, то на 9,5, планирую еще похудеть еще на 5 килограмм, и когда я надеюсь, у меня это получится, тогда я сниму видео о том, как худела, как, что, и может быть кому-то это будет интересно, наверное, это все новости, видео снимать планирую, но через неделю, как приеду с сессии, вы знаете, где я учусь, учусь я в Краснодарском университете культуры, делаю, ничего не делаю, ищу работу, читаю, худею, растягиваюсь, так, да, это в принципе все, чем я сейчас занимаюсь, да, у меня появилось еще одно увлечение, оно меня сейчас наиболее, скажем так, интересует, но я не уверена пока, что с ним все получится, поэтому не хочу вам пока рассказывать о нем, наверное, это все новости, которые я хотела вам рассказать, напишите, какие может быть у вас новости, где вы были, что делали, где вы были этим летом, может быть вы где-то отдыхали, напишите, что вы читаете, или что вы купили, я буду рада очень вашим комментариям, спасибо за то, что посмотрели это видео, и пока!